доброго времени суток youtube здравствуйте гости и подписчики моего канала сегодня я купил катушку которую хотел давно купить это shamanos sustain 4000 fg и хочу как бы поделиться с вами начать ну начнем с комплектации во первых катушечка комплектуется дополнительной алюминиевой шпулькой что как бы тоже сыграла с вами есть традиционный ну скажем так более-менее приличный чехольчик shamanos во всяком случае уже не такой мягко выражаясь ванной как идет более дешевых катушках но стандартная комплектация то есть шайбочки шмайбочки все это есть кстати говоря инструкция вернее не инструкция как бы кинематическая схема вот на прямо на коробочке и вот такая вот инструкция на разных языках мира есть здесь и на русском языке вот поэтому я попробую вам зачитать вот эту инструкцию что пишет сами шамана начаться так ну тут поздравляем ля-ля тополя компания шамана так техобслуживание большим преимуществом вашей катушки shamanos является легкость основного технического обслуживания современный своевременный ход за катушкой ля-ля так обслуживание перед рыбалкой перед рыбалкой проверьте легкость вращения вашей катушки а также работу фрикционного тормоза если ваша катушка имеет отверстие для смазки следует капнуть него одну только одну каплю масла прилагаемого в комплекте поставки каждые два выезда на водоем ну короче масла здесь не было так обслуживание после рыбалки после каждой рыбалки произведите обслуживание вашей катушки следует очистить катушку от песта песка грязи и пыли мягкой тканью можно смыть грязь с катушки холодной проточной водой но ни в коем случае не поражать катушку в воду при использовании катушки в соленой воде она требует превышенного внимания соль может вывести вашу катушку из строя поэтому всегда промывайте катушку холодной проточной водой после рыбалки также мы советуем не хранить леску на шпуле между рубалками это может избежать к кристаллизации соли между витками лески убережут шпулю от коррозии не забудьте капнуть дополнительную каплю масла на металлические движущие части ввиду сложности современных рыболовных принадлежностей мы не советуем вам скрывать вашу катушку самостоятельно если ваша катушка нуждается в квалифицированном служении мы рекомендуем обратиться в ближайший сервис шимоно вот такие вот надписи вернее такая инструкция прилагается к этой катушке значит катушечку эту я вот приобрел специально для ну как бы для судачка вот для рыбалки на палочке которые я бросаю ну скажем так до 30 грамм вот может быть как бы не 30 грамм там 25 вот очень плавный ход короче я ну как бы я была у меня мысль купить такую катушку но вот совсем недавно я был на рыбалке и рыбачил и тестили мы снасти надеюсь вы посмотрели мое видео когда мы брали тикт этот самый в общем разные топовые японские палки и как бы стик там у меня как раз шла сустейн две с половиной тысячи вот и я так прилично и побросал половил была поймана рыба на нее в общем я прочувствовал эту катушку что еще раз убедила меня что ну как бы 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 рассматривал и разные варианты и эксенс bb и эксенс ся и 4 плюс в общем разные варианты рассматривал все-таки остановился на суставе не при том что вот это вот как бы суставе это новинка 14 года в том смысле что как бы это уже сделано для европы то есть раньше они шли в америку и в австралию но для америкосов они шли там была совсем другая передатка там по моему 6.2 у этой передатка 48 тормозное усилие тормоза 7 10 килограмм то есть как бы это очень мощная хорошая катушка значит 8 плюс 1 подшипников легкие ротор сей 4 плюс вот это вот лапка металлическая ну как бы основу у нее металлическая хотя крышка пластмассовая то есть как бы ну не это самое не не вся катушками металлическая написано что она весит 280 грамм сейчас мы это это дело проверим потому что я все подвергают сомнения так 280 и 4 десятых сейчас покажу то есть как бы в этом деле плюс еще идет металлическая то есть алюминиевая шпулька я еще не вскрывал сейчас посмотрю скрою при вас потому что как бы я только пришел и вот сразу сразу решил катушечку снять на нее обзорчик вот в принципе такая же самая то есть как бы идет нормальная запасная шпуля это вот как бы только для европы уже в этом году америкосом они вторую шпульку японии как бы не ложат вот ну что меня еще как бы подкупило ну во первых здесь очень хорошая главная пара то есть 10 шип он как бы реализован в полной мере тут увеличенное колесо оси сближены подшипник в опоре то есть тут икшип полностью реализован вот тут аэровраб вторая двухскоростная система колебания шпули как бы ну как говорят японии это для того чтобы как бы более дальние точные забросы кстати говоря на колесе огромное ну как как бы на колесе главная пара не вы как бы холодно кованые и черное керамическое покрытие то есть как бы это тоже увеличивает срок службы в общем как бы это сыграло не последнюю роль и плюс вот как бы ну я не знаю как бы вот ручка у нее вот очень большая вот мощная 60 метровая тут плечо такое большое кнопка такой ну катушку можно использовать ну как бы на морских рыбалках и вот тут вот такой хороший кнопка такой морской вот короче говоря вот такая как бы катушечка у меня появилась поставлю я ее наверное на своего сталкера и как бы поюзаю не знаю много ли рыбалок получится в этом году скорее всего нет потому что у нас уже навигацию закрыли ну все как положено то есть 17 октября чего раньше не было раньше у нас 1 ноября закрывали уже закрыта это самая навигация еще плюс как бы интересно в общем короче говоря ну как бы почему я все таки вот вот мы порыбачили да и я рыбачил две с половиной тысячи вот я у юрия сейчас просила есть у тебя в магазине есть не хочется это говорить короче если кому не нравится выключите да и все короче я с ним поговорил мне понравилось я полазил в интернете и как бы вот именно четырехтысячной модели по моему то ли 5 200 я не помню ну короче по моему дешевле 5 200 я не нашел это я имею ввиду на гривни вот позвонил юрьевичу она у него магазине была 4 400 и скажем так плюс скидка которая как бы любой покупатель 5 процентная вот вам 4 штуки то есть реально катушка дешевле чем в нет магазине почти на 1200 гривен короче если в долларах там по моему 330 или 350 я уже не помню она как бы в нет магазинах стоит вот там течение скины не помню я короче там посчитаю я вставлю в общем катушечка очень интересная тут цельная душка нержавеющая абсолютно цельная вот очень такая хорошая пружина прям ну стреляет очень интересно вот вот такое как бы приобретение я себя решил порадовать плюнуть на все на все эти курсы шмусы доллара и все-таки решил и купил себе такую катушечку сейчас намотаю на но и лески покажу плетеночку покажу как она выглядит сплетенка мотал я плетеночку вот так она смотрится на мои палочки вот не знаю лично я доволен вот вот посмотрите какая намоточка очень даже приличная при том что я вообще ничего как бы никаких шайб вот как из завода пришло вот вернее как с магазина я забрал вот так вот выглядит другая более толстая единственное вот как бы минус вот я в клипсу не могу вставить мучился мучился вот 04 флюр в клипсу так и не засунул плюнул одел резиночку вот принципе покупкой доволен но окончательный вывод сделаю в конце следующего сезона потому что в этом но может быть и выйду как и как сколько-то раз на воду но еще раз говорю что у нас навигация закрыта поэтому как-то так единственное как бы от бекина ушло у меня много то есть здесь у меня маккой 4лб 150 метров сюда бухнул наверно еще метров 150 здесь у меня беркли трассер брейд сюда наверно больше 150 вот этот я не помню уже в либрах но в килограммах 14 на разрыв самый тонкий но но тем не менее в общем короче бекина конечно пришлось немножко под намотать вот так вот в целом вот такая вот покупочка когда буду повязаю хотя бы сезон тогда уже скажу окончательно как бы поделюсь своим мнением но пока вот то что я держу в руках вот мне нравится за сим все если вам было интересно и полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал вот интересно еще будет спасибо за внимание до новых встреч